Просто вот продолжение к тому, что мы говорили, испытываете пророчества, да? Обязательно, все. Можно просто, допустим, когда в моей жизни были пророчества, было, что люди, которые назывались пророками, я верующая 20 с чем-то лет, я уверовала в Израиле, причем я показывала, что все дома, не в общине. И как бы люди, которые назывались пророками, были даже в уже пророчестве в моей жизни. И вот когда я росла в Боге, мне Бог стал именно внутри меня давать, как бы, понимание. То есть я сейчас не бегаю, не чуток пророчеств, но Бог идет лично, но ты и меня откровение. То есть, как бы, я думаю, что, когда идет пророчество пастору или кому-то, и человек, этот пастор, или там, должен иметь, если его личное отношение с Богом, будет себя подтверждение. Считается, что это так, как бы, что мы все должны испытывать, как бы. И если это пророчество да от Бога, значит, будет и подтверждение, и действие, и все остальное. Пришла мама моего друга. Я их так люблю. Хорошо, слава Богу, что вот это вы правильно ответили. Знаете, чем уникален пророческий да? Потому что пророческий да должен подтверждать то, что вы уже получили. Я, как, знаете, я уже давно, ну, имею опытность в этом деле, я не люблю людям пророчеств, которые не получили никакое слово от Бога. Знаете, подходят, скажи мне, как вот сегодня сказал пастор Авелий, говорит, пророк это не гадалка, это не прорицатель какой-то, когда тебе жениться или что-нибудь, да? Это очень важно, чтобы пророк понимал в домостроительстве многие вещи, понимаете? Это, как Павел говорит, не открыта тайна домостроительства, а не просто какие-то, ну, вот такие вот вещи. Поэтому я боюсь людей, которые, не имея откровения от Бога, просят меня руководить ихними жизнями. И есть люди, которые прям буквально, прям, скажите, пророк, что мне делать? Мне сегодня кушать или не кушать? Знаете, вот даже вопрос, когда такой задают, уже автоматически появляется такой, знаете, какой-то нездравый ответ даже. То есть, какой вопрос, такой ответ. То есть, по этому вопросу можно определить вообще, у человека нормально все, духовно или ненормально. Поверьте. И вот за это грустно, что в церквях люди не научены. Поэтому-то мы проводим пророческие школы. Для того, чтобы научить людей правильно относиться к пророческому служению, к дару, к пророку. Чтобы не попасть под манипуляцию. Когда я был в Белоруссии, знаете, я ощутил такую боль. Из-за того, что там неграмотно использовали пророческое служение, там очень много раненых, разбитых людей. Потому что пророки настолько манипулировали церквями, людьми, что люди боятся. При одном слове пророк их трясет. Я пришел в одну церковь, и там они говорят, только не говорите, что вы дар Бог. Потому что, если вы это скажете, вас начнут все испытывать только. Да. Оказывается, пророки злоупотребляли. Да, был дар. Но из-за того, что не было вот этой культуры, вот этого знания, как использовать, как относиться, то ушло все в крайность. Даже доходило до того, что говорили так. Приходит пророк и говорит, не Бог говорит, должен продать дом. Деньги мне отдай. Так, не Бог говорит, ты должна меня кормить. Ты должна там еще что-то делать. И в результате там колдовство было страшнейшее. Сейчас там люди перебаливают, вот это вот, проходит этот процесс реабилитации, можно сказать. Вы понимаете? А из-за чего? Из-за того, что был дар, но люди неправильно относились. Не знаешь, как это испытать. А это очень просто же. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что у нас должно быть развлечение. Дар развлечения духов. Потом надо иметь обязательно понимание Писания. Мне, например, я вам хочу сказать, что, конечно, я, может быть, не говорю, что я достиг. Но меня пытались обманывать, но я не повелся на это дело. Разные были пророки. И мне, нам с Леной известны, я имен не называю. Я вам хочу сказать, даже известные пророки ошибаются. Нам пророчества, что у нас уже трое детей должно быть. Но еще пока нет. Но я же нигде не пишу, знаете, там в Инстаграме или где-то. Это уже пророк. Они известные люди, ездят по всему миру, пророчествуют. Я говорю, ну и слава Богу. Но от того, как ты относишься к пророчеству. Он пророчествовал, но я-то знал. Ну, я говорю, но я аминь, я жду. У меня все еще потеряно. Лена говорит мне, слушай, а вот он же сказал в этом году. Я говорю, так, ну мало ли в каком году. Иисус тоже сказал, я скоро приду. Уже две тысячи лет прошло. А у евреев как один день, как тысяча лет. А тысяча лет, как один день. Вот пойми. А может перевод был греческий неправильный. Кто его знает? Сильно дальний был перевод. Сегодня надо на иврите иногда научиться читать. Вы знаете, многие вещи на иврите открываются гораздо глубже. Я вам свидетельствую. Я прям просто радуюсь от того, что когда есть разные переводы, более глубокие, я просто радуюсь, слава Богу, что это есть. Потому что разный перевод раскрывает Бога по-разному. Аминь. Поэтому наша цель не самим пророчествовать людям, а научить всех пророчествовать. Вот тогда мы сможем качественно понимать голос Божий. Качественно. Аминь. И не обманывать друг друга. Вот недавно тоже были в Финляндии. И много было свидетельств, когда говорит, вот сейчас был пророк недавно, сказал, что моя дочь не умрет. А он умер. А моя дочь умерла. И типа, как мне верить ей пророкам? Я говорю, ну, нельзя же как бы вот просто взять, тупо верить. Ну, как бы вот так. Все пророчества проверяете. Ну, мало ли чего, мы не знаем. Бывает так, вот ты идешь, тебе вот, времени-то нету, подбегает человек, тебя за руку хватает. Скажи мне что-нибудь. Что я тебе скажу? Как это на ходу можно это делать? Это же Слово Божье. Никогда не надо некачественно служить. Для этого надо время выбрать. Знаете, что говорит Слово Божье? Кто дело Божье делает небрежно, проклят такой человек. Или легкомысленно. Я несу ответственность за пророчество, когда говорю вам. Поэтому я хочу увидеть, как вы к этому относитесь. Например, если вы время не нашли для пророчества, то я и для вас не найду. Как вы относитесь к этому служению, так и я к вам отнесусь. Если человек не нашел времени для этого, то и зачем мне это надо? Поэтому отношение тоже важно. Понимаете? Поэтому написано, пророчество должно быть качественным тоже. Аминь. Вот как один брат, молодец, вас здоровее, позвал пророка, свалил курочку, сядем, говорит, пообщаемся, глядишь, Слово получишь. А вот так бежать за человеком за одну минуту, получить Слово, и потом, чтобы оно еще исполнилось, это выше пилотаж. Тем более, когда он голодный пророк. Финлянди возят нас, возят по церквям. А кормить-то не кормят, понимаешь? Конечно, к вечеру у меня галлюцинации начались. А потом, я говорю, я уже не отвечаю. Как, что сеешь, что пожнешь? Я с голодухи вам такое на пророчествую сейчас. Ну, и поэтому финны, конечно, они не поняли. Но придется опять ехать. Я одному финну говорю, Бог тебя ускоряет. Хорошее же пророчество, да? Отлично. Финну говорю, Бог тебя ускоряет. Ты что, думаешь, я тормоз? Я говорю, ты точно вижу тормоз. Это пророчество, когда...